Это я ушел! Это она ушла от меня! И меня договорили начальству! О, зависть! Бэй, нет! Но я сказал, ты с твоими руками что смотришь на меня? Никак! Я думал, это она опять появилась. Офигеть! А, матинья! Ну, здравствуйте! Здравствуйте! А что там кропаешь, несветная зелья? Так кто б ты, беда моя, ваше святость! Когда министру донесли, что я сочиняю любовные стишки и смирь, заметил, довольно изящные, что я посылаю загадки в гадеты, что мои мадрегалы ходят по рукам словом, когда министр узнал, что все мои сочинения с пыла в жару тут же попадают в печать, он подошел к этому делу серьезно и распорядился отрежить меня от должности под тем предлогом, что любовь к изящной словесности несовместима с усердиями делам службы. Ну, здравый рассудитель, судим, на этом возразитель. Да я был счастлив, что обо мне забыли. По моему разумению, если начальник не делает нам зла, то это уже немалое благо. Ты что-то не договариваешь? Когда ты у меня служил, ты был шалопаем. Ей-богу, ваше сиятельство обвинника не должно быть ни единого недостатка, это общее мнение. Сумасбродом был шалопаем. А, если принять рассуждение все добродетели, которые требуют от слуги, то много ли ваше сиятельство найдется господ, достойный быть слугами? Их-богу. Ах-ха-ха-ха. Ах-ха-ха. 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 Ну, ничего ж. Ну, в общем, да, так пошутил. Астроном по-моему. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Как, что ты ушел, смотри. Смотри ты мне сразу ушел. Ах-ха-ха. А что такое? Так крызованный. О-о-о. 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 Офига. Ай, мой синьер-то. Ко всему относился спокойно. Одни меня хвалили, другие прислали. Я радовался хорошей погоде, не сетал на дурную, издевался над глупцами, не клонил головы перед злыми, смеялся над собственной бедностью. Ха-ха. Брил всех подряд. Ха-ха-ха. И, в конце концов, поселился здесь, в Севильи. Да, ребят. Я снова готов к услугам вашего сиятельства. О-о-о. Приказывайте все, что вам заплакать. Кто тебя научил в такой веселой философии? Привычка к несчастью. Я тороплюсь смеяться, потому что боюсь, как бы мне не пришлось заплакать. Что делать все время? Промедия. А-а-а. Какая-то пьеса, какая-то глупость в новом вкусе. Не знаю. Ничего, ничего. Очень скоро газеты и правительство тучит нас от этого. Век барбарства. Вечно выбраните наш бедный век. Сударь, простите, мой дед. Но что нам сделать такого, за что мы могли его восхвалять? Какого рода глупостей, больномойствия, толерант... Это... Что? Что? Толерант... Это... Как? Толерант... Та-та-та-та... Туризм. Электричество. Всемирное тягофение. Фина. Послопрививание. И драматические произведения. Что ты? Ой, я песенка! Я разослушалась и уронила свою песенку. Что? Так держали как следует. А-а-а-а... Ну бегите же, бегите. Сударя, какая песенка потеряет? Ой, чего вы... Иди сюда. Ой, мне смерть спрятались. Куда спрятались отсюда! Спрятались. Вроде ночные-то голоса, ночные птицы. Да, да. Где она? Ничего не вижу. Пап! Ваша настойчивость возбуждает мое любопытство. Как только мой опекун уйдет. Вы с безучастным видом спойте неизвестный мотив этих куплетов. Что-нибудь такое! Что-нибудь такое! Что-нибудь такое, чтобы могло для меня открыть имя звания и намерения человека. Который столь упорно добивается внимания злосчастной, красивой. Ах, моя песенка, моя песенка упала. Бегите же, бегите же. Ох уж эти женщины! Если вам нужно, чтобы самая простодушная из них научилась лукавить, Вы заприте ее! Все, да? Да, да. Бордон-мор. Ничего. Дорогая моя. Р.О.С.И.Н.А. Ваше сияниство! Теперь я понял цель вашего маскарада. Вы ухаживаете на расстоянии. Ты угадал. Да! То есть вы болтались, да? Да, если я, то есть вы болтались. Материал, я не сам вас убеждать. Я просто хочу сказать, что вам надо посмотреть. Я смотрю, куда? Ну, на мир. Смотри, вот. Я не стану говорить вам чести, преданности. Нет, я лишь скажу вам, что вам нужно заплатить мне конкретные. Все, хорошо? Я понял. Значит, так. Давайте я расскажу с самого начала. Самое начало. Добро тебе известно, что полгода тому назад на Прадо Я встретил одну молодую. Не надо! Ну, взяли. Вот, полгода тому назад я встретил на Прадо одну молодую девушку. И совсем недавно узнал, что ее зовут Разина. Что она дочь благородных родителей. И замужем за неким сивильским врачом Бартолом. Да, почти все скажу, славная птичка! Только трудно будет вытащить ее из гнезда. Кто вам сказал, что она замужем за доктора? Да все говорят, он говорит. Эту небылицу он сам придумал по приезде из Мадрида, дабы ввести в заблуждение и отводить поклонников. Нет. Пока что она его воспитанница. Но он в скором времени... Не, как там, Боже мой! Я уже готов был ей выразить свои соболезни. Мне, оказывается, свободно. Она свободна! Значит, так. Нужно добиться у нее взаимности. Правильно. Это А. А, Б. А, Б, я не знаю. Сейчас узнаем. А, Б спасти от тех недостойных уз, которые ей готовятся. Так ты говоришь, ты знаешь ее опекуна? Как свою родную мать. Что он за человек? Это крепенький, приземистый, в серых яблоках старичок гладковыбритый, молодящийся, но уже не мостак, отнять непростан. За всем следит, в оба глядит, ворчит и ухает одновременно. Да вы что? Разве я хочу причинить им зло напротив? Они все нуждаются в моей помощи. Вопрос только в том, чтобы полетить их всех сразу. Подожди. А если вдруг ты что-то заподозрил? Так, значит, нужно действовать так быстро, чтобы подозрение не успело возникнуть. Что? Что? Я придумал! Восемой, наконец! Завтра в наш город приезжает полкраслетника. Комантер полка мой приедет. Так, прекрасно. Нарядитесь с кавалеристом и с ордером на постой заявитесь к доктору. Он будет вынужден вас принять. Остальное я беру на себя. Кавалеристом? Да. На постой? На постой. Да. Зачем? Так было бы неплохо, если бы вы сделали вид, будто вы немножко подхмельком. Ха-ха-ха-ха. И пользуясь... А зачем? Подхмельком. И пользуясь своим невменимым состоянием, вели вы себя с ним, а развязанный, я не знаю. Все, я понял. Так. Значит, так я кавалерист. Так. С ордером на постой. С ордером. А зачем? Чтобы он вас ни в чем не заподозрил. Чтобы у него возникло впечатление, будто вам просто хочется спать, а не заводить шашни у него в доме. Я кавалерист. А, Кавалерико? Да. А зачем? Не, ну подожди, ну а почему тебе не явиться к нему кавалеристом? Ну там, подхмельком. А зачем? Да, как раз, хорошо, если он вас или его знает, кто-то с вами раньше никогда не встречался. И потом, под каким предлогом, потом ведешь к нему вас? Он меня не знает, вот в чем заглушка. А тебя-то знает? Он меня знает, как своего родного. Кавалерист. Кавалерист. Подхмельком. Подхмельком это вы. Ну, зачем? Ну зачем? Так, все, все, все. Я вижу, что вам трудно сыграть такую слудную роль. Кавалерист. Ты еще подхмельком? Ты что, смеешься? Да, пожалуйста. Эй, ты, марталос, арталок, арталок, марталок, марталок, марталок. Ваша сиякость. Открыл? Ну, я понял. Вот с открыванием шкопа я не понял. Завтра, завтра, Тарин, от всех состоялась моя свадьба с Рузиной. От него ни слуху, ни духу. Пойду посмотрю, где он. Да кто она? Да за жалюзи она. Да зачем мне эти жалюзиа? Рожима! 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 Монсеньор! И кричит, я нашел. Я написал записки. Пользуйтесь вы тут частным видом. То есть ходите так, как будто вы пойдете только для того, чтобы хоть что-либо себе. Ты же знаешь, у меня есть одна проблема. Я не умею пить. Да все, что вам за благорассудится, ваше сердце, все будет у меня сохранять. Речь идет о любви. Сердце становится... Я не могу пить. Я не буду пить. Ну да, вы, сын, их занять. Гитар, возьмите-ка мою гитару. Да на что мне гитара? Я играю так же, как я пою. Что там? Да разве может такой человек, как вы, хоть чего-нибудь не уметь? А ну-ка, ты без стороной руки. Да. Севилья и петь без гитары. Постепенно знаю. Нет. Ей богу, мигом, накроют. Ну давайте, давайте. Да, все. Ну и как бы, да, что петь? А? Опять я. Впереди. Впереди. Как всегда, наоблых. Вперед, вы, сейчас. Впереди, вы, сейчас. Впереди, сейчас. Я думал. Что ж он думает? Нашмарет, старик Тори. Что ж он? Мир! Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Я шумер на него. Так, ладно. Ой. Ну, ну. Так, что так встали? «Couler d'onnet». Здесь по-французски. А по какому еще? Мы с Парижем, не пели? Вы уходите на ютубе. Что ж? Ну. Какой есть? Вон, синьор. «Ан мёно мо, «кё-пурэ, жэспилэ, но по...» Здесь. Все тянуть. Ну, как же еще за мной не петь? Это второе. Это второе. Субтитры делал DimaTorzok Я самому так изчиню Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Василий. Да! Фигарло. Ух ты! Давайте подпишем. Вообще же я не понимаю же. Фигарло. Давайте подпишем. Ваш сердце! А доктор придет? Фигарло. Моя мама закончена, мама сеньора. Неужели так трудно подписать? Уже нет. Если я дал кому-нибудь слово, мне нужны крайне веские доллары. Давайте подпишем. Давайте подпишем. Фигарло. Максим. Василий. Максим. Россия. Максим. Моа. Мерси. Ах! Моя красавица. Россия. Робина в руках Распальников. Зажившите всяк. Так, а-а-а! Я уже поймался. Шибарац. Я вас настаиваю! А-а-а! Максим. Вы тоже подписали? А-а-а что поделаешь? Это же дьявол, а не человек! У него все карманы полны неопровержленными доводами! Ни о каких доводах! Я воспользуюсь моими правами! Нет, вы ими злоупотребили, поэтому утратили. А-а-а! Ни совершенно верно! Она теперь самостоятельно! Молчилет и спрашивают. Интересно. Она красива! Я чертовски красива! А-а-а! А-а-а! Что может ничего помешать? А-а-а! А-а-а! А-а! 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 Вы собираетесь отнять ее? Нет! Нет! Я ее никому не отдам! Господи! Тогда! Тогда! Мы укроемся под тенью закона! И тот алькант, которого вы привели сюда, спасет нас от насилия, которое вы собираетесь учинить над нами, потому что истинные блюстители закона — это опора всех! Утеснем! Разумеется! А напрасное сопротивление столь почтенному брачному союзу свидетельствует лишь о том, что он боится потерять деньги, которые по закону принадлежат его воспитанницу! Вот и все! Нет, лишь бы он согласился на наш брак, а деньги... Что деньги? Ну, пускай возьмет себе! Кроме моей расписки, получения стайки! Ударить ему эти деньги было бы просто глупо, я считаю! Я попал не в осиное! Я попал в пчелиное гнездо! Все они были против меня! Ну, Базиль! Ну, Базиль! Ну, Базиль! Деньги у вас остались, придумали малые! Да, Базиль, при чем тут деньги? Ну, Базиль! Неужели вы думаете, что только это сломило мое упорство? Да, Базиль! Подписывайтесь! Панс! О, дай это два сапагапара! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.